Когда мне говорят, что русские пьют, я, видя своими глазами, говорю, они пьют. Мои глаза, а это США, Великобритания, Германия, Япония, Франция, Финляндия, Индия, Таиланд, Китай, Турция, Куба, Египет. Ну так, прокатился немного. И уж поверьте мне, мы не пьем ни как суслики, ни как свиньи. Нас зачморили из всех изданий, и вы в это верите. Видите, очень зря. У нас забрали бары, внедрив идиотскую накрутку. А ее в начале эры звездеца-то и не было. Ну не было, и все. Как можно продавать то, что вы не делаете? Вы делаете прикуску, вот ее и продавайте. Было лучшее место на главной площади, теперь там золото продают. Мы в другое место, место питья пива приехали. И цены на пиво качественные, и лучшие из Верхнеуральска, лучшие! Что опт, что здесь и сейчас. И все-таки аромат пива, каков? Где вы можете его качественно вкусить? Ну давайте определимся, что в городе Мунитогорске, в любом сетевике, вы пиво настоящего не возьмете себе. Пиво настоящее это только в трех барах города Мунитогорска, где делается и вам разливается Верхнеуральское. Изумительнейшее пиво, после употребления которого вам станет интересней, спокойнее, легкий хмель будет, никакого димедрола у вас не будет, у вас будет удовольствие. Удовольствие это где возможно сделать? Мы начинаем с юга, Карла Маркса 204. Рядышком с павелоном это самое дивное место, где вы можете просто прийти спокойненько после руда. Да, все-таки подеремся с ним больше. Я сейчас начинается все это делать. Наезжать я буду на наших дебилов, блин. Причем тут доза алкоголя в крови, блин. А, господа мои, полицейские, я против этого дела, потому что в Америке спокойненько человек может на обеде выпить кружку пива. Нормальную 0,5. Почему это у нас нельзя сделать, а? Ведь сложностей нету никаких. Просто взял кружку пива, выпил и поехал домой. Я не считаю, что этот человек пьяный. Он абсолютно не пьяный человек. Ну, может быть, это я так думаю. Но, как бы вам сказать, то в свое-то время Советский Союз мне нравился больше. Очень мне больше нравился Советский Союз. Не было такого, что у нас начинали наезжать. Да, в Советском Союзе было хорошее пиво, но самое лучшее пиво в городе Магнитогорске не было Магнитогорском. Не было это Белорецкое пиво. Самое лучшее пиво делалось в Верхневральске. Сегодня и сейчас Верхневральское пиво вернулось на Кургизм. И вы можете себе его спокойно позволить. И место есть. Вы выбираете Верхневральское пиво. Насколько оно вкусное? Рижское. Это Верхневральское, да? Это Верхневральское, все Верхневральское пиво. Отличное пиво. Вам поможет, чтобы таких точек. Я про что и говорю, да. Очень. И не болеешь, и, как говорится, жидкого ствола. Очень усваивается, хорошо пьется. Приятно. Это был Вавилон на Карла Маркса 204. И изумительное место, изумительный человек. Место примерно 400 метров на запад. Отдельная крутизна рядом с тройкой. Тоже лучшее место, чисто сделанное своими руками. Больше, чем где-либо из шести сортов. Верхневральское пиво. Вот как, так оно еще и изумительное. А теперь второе место. Второе место, рядышком с тройкой. Отличный пивбар. Хороший пивбар. Уникальный пивбар. Классный пивбар. А какое пиво? А пиво тоже самое Верхневральское. Тоже самое Верхневральское пиво. Я вам сегодня показываю те пивбары. Качественные, грамотные, умные, разумные. В которых вы понимаете удовольствие. Какое удовольствие у нас. Лучшее удовольствие. Поверьте мне. Сегодня будет три раза. Во-первых, если мы будем говорить о том пиве, которое у нас было раньше, то, конечно, топ был Верхневральск. Магнитогор никогда пьем не славился. Белорец был неплох. Но доставить пиво оттуда, это еще какой геморрой-то был. А с Верхневральского покойника приезжать дорога всегда. Дорога всегда была. Немножко своеобразная, но она была всегда. И народ думал, когда наконец-таки приедет Верхневральское пиво. Да-да-да-да-да. К сожалению, раньше этих пивных баров было много. Сегодня и сейчас только грамотный человек, который вам это дело демонстрирует, он вам показывает. Что вы, в принципе, можете спокойненько прийти, выпить идеальный вариант. Причем идеальный вариант какого Верхневральского пива. Какое пиво делается в Верхневральске? Аж 6 сортов. И все сорта по разным странам. И почему я говорю, что Верхневральское, это крутизна до неумерности? Объясняю почему. Потому что то пиво, которое вы пьете, оно делается, делается своими руками. А раньше этого не делалось. Раньше было Жигулевское пиво, ну и может быть Рижское пиво. А сегодня и сейчас и Средневральское, ячменное, пшеничное пиво, немецкое, сейчас еще вспомню, чешское, да-да-да-да, ну где еще пиво-то было? Естественно, оттуда, откуда оно и пришло к нам. Это называется пиво из-за таких вещей, в которых после всего появилось Соединенное Королевство Великобритании. Все то же самое, и оно такое же удивительнейшее пиво. И все-таки мы говорим Верхневральское пиво. Почему оно такое вкусное? Ну, потому что оно сваренное на совесть, и вкусное очень. То есть знаем качество? Да, качество хорошее. Нефильтрованное пиво, я вот любитель рижского, чешского. Рижского, чешского, да? Да, в основном. Но выбираем всегда грамотный вариант для удовольствия. Да. Ну, самое вкусное пиво Верхневральское, конечно. То есть мы сейчас попробуем? Попробуем обязательно. И давайте все-таки определимся, если бы не Верхневральск, мы бы, наверное, бамбук курили, правильно? Ну, я не курю, поэтому... Нет, я имею в виду то, что если у нас в единственном в городе наконец-таки случилось такое дивное событие, я просто все это дело поснимал своими руками и определился, что в других местах такого удовольствия не может быть в природе своей. Ну да, я вот со многими знакомыми разговаривал, не везде такое удовольствие есть. А у нас есть. А у нас есть. Давайте. Ваш здоровь. А это, наверное, лучшее пиво, да? Ну, в городе Макнигогорске, я считаю, да. Какое это пиво? Это Рижская, Картберг. Ну, из Верхневральска, да? Да, и Верхневральска. А давайте вспомним молодость былую и царицу удалую. Тот момент, когда еще пиво продавалось. Помнишь, да, оно 7 дней стояло? Ну, это Советский Союз. Молодость я не помню, но я вот сейчас что скажу, что станичное было хорошее пиво раньше. Ну, вот приехали. А теперь нет, не стало такое пиво. Сейчас я его не пью, да? Да. Но сегодня и сейчас ты знаешь, где пьюшь? И какое пиво? Конечно, Картберг. Вкусное? Вкусное. Оно, конечно, хорошо. Просто вкусное, хорошо. И где-то хорошо мы приехали в Ленинский район. Но Ленинский район, он не такой широкий, как Аджиникизовский район, да? Тут, в принципе, туда, где нужно, на Комсомольской 25, и можно и до вокзала опуститься, и до Советской подняться. Ну, может быть, туда еще... Ну, в принципе, достаточно недалеко, по сути, событий. Вопрос такой, еще раз скажу, какое пиво мы здесь пьем? Так какое пиво мы здесь пьем? Вернувшись на Курги своя. Мы не пьем здесь Магнитогорское, потому что приплыли в Верхневральск. Хорошее пиво, вот его мы и пьем. А Белорисского тоже пива не существует, вроде своей. То есть там, сейчас маленький нюанс расскажу, я просто был в Верхневральске, я ни хрена не понял. Я думал, все это дело очень сильно. Растащили. Да растащили вы, выродки. Вы, твари. По-другому ничего не могу сказать. Вы сделали это за пять лет, полностью ухомыздали. Вы уроды. Козлы просто. Что вы наделали? Ну, ничего страшного. Потом уже люди пришли, и на этом же месте вернули это же самое пиво. Причем не только сделали это пиво, а сделали аж шесть сортов. Был еще один сорок. Но вы не захотели, к сожалению, было вкусно. Я, конечно, попробовал бы. Вот, потому что я все время очень хорошо пробовал пиво такое замечательное. Гиннес. Настоящее пиво. Гиннес. Я пил его в Америке. Это был 1997 год. Да, было неплохо. Вот это было удовольствие. Ну, не захотели. Но, тем не менее, шесть сортов пива осталось. Пьем здесь. Можно домой привезти. То есть, давайте все-таки определимся. Наконец-таки это вернулось к нам. Наконец-таки мы можем пить вот такую штуку. Ну, тюпу-тюпу-тюпу. Ну, там еще много всяких приводчиков, естественно. Везде и все равно красиво, ровно. Как это было в Советском Союзе. Но пиво еще стало вкуснее. Потому что настоящее, единственное пиво делается в лучшем заводе в городе Верхнеуральске на том же самом месте. Так что и не думайте с большей благодарностью. Вспоминайте директора. Он это сделал. Он вас кормит. И не только водой. Он работает на благо города. Он сделал в Магнитогорске, точнее, в России пиво лучшее. Это Верхнеуральское пиво в достойных для постоянного удовольствия пивных точках. И здесь, на Комсомольской 25.